Здравствуйте, друзья. В Китае началась банковская паника. Испуганные вкладчики штурмуют банк Гуанчжоу, и это только верхушка айсберга. Начиная с прошлой недели в Китае началась банковская паника. Отделения банка Гуанчжоу переполнены. 10 октября в интернете появилось множество видео, на которых видно, как вкладчики стоят в длинных очередях в различных банковских отделениях, чтобы снять свои деньги. Банковская паника распространяется из Китая в Японию, Австралию, Канаду, США и другие страны мира. Вот что происходит, пока все отвлечены очередной войной, и этот фундаментальный сдвиг в сторону цифровых валют остается незамеченным. И прямо сейчас происходит серьезное и рукотворное давление центральных банков на региональные банки. Как мы говорили в этом видео, из отчета центральных банков, я думаю, что мы увидим волну дефолтов мелких, региональных и даже крупных банков, таких масштабов, которых мы никогда не видели. Даже Лемон Бразерс в 2008 году покажется детской сказкой. В этом видео я расскажу и покажу тебе, что именно происходит, а также покажу видеозапись FDAC, Федеральной корпорации по страхованию вкладов, в которой говорится о предстоящем разгроме банков и о том, чего люди знать не должны. Поэтому, пожалуйста, нажми кнопку «Мне нравится», поделись этим видео у себя в социальных сетях. Каждый лайк — это 10 показов видео. Давай поможем другим людям узнать о том, что происходит, чтобы они были к этому готовы. Итак, еще один китайский банк Цанчжоу переживает банковскую панику, когда сотни и тысячи вкладчиков побежали в его отделение, чтобы снять деньги из-за опасений о том, что крах Эвергрант сделал этот банк неплатежеспособным. Кредиторы даже показали вот эту фотографию, где лежит куча наличности, чтобы успокоить людей. Но это не помогло. Эвергрант, крупнейший оператор жилой недвижимости в Китае, имеет долги в размере 340 миллиардов долларов. И Эвергрант — это намного больше, чем просто китайские банки, ведь у него огромное количество связей не только в Китае, но и, например, в Америке. Многие финансовые институты, крупные организации связаны с ним. И мы можем столкнуться с ситуацией, когда Эвергрант может запустить очень опасный вирус в эту цепочку. Эвергрант — это также и 1,6 миллиона незаконченных, недостроенных квартир. 5 миллионов человек уже из-за этого пострадали. Еще один застройщик — китайская компания Country Garden — предупреждает, что может объявить дефолт по своим долгам. И на данный момент у нее 200 миллиардов долларов долгов. И она уже пропустила платеж по некоторым долларовым облигациям в прошлом месяце. И на этой неделе заканчивается 30-дневный льготный период для осуществления платежей. Посмотри на это. Китайский рынок недвижимости с мая 2021 упал на 82%. Что же сделал Китай? Он снизил процентные ставки по ипотечным кредитам на сумму в 6 триллионов долларов, чтобы предотвратить этот крах. Пока не помогло. Похоже, остановить то, что грядет, уже невозможно. А это китайские новости только за последние несколько дней. Они продвигают цифровую валюту Центрального банка. Они продвигают цифровой юань. Китайские регуляторы с удовольствием поддерживают эту политику ради ЦВЦБ. И дальше все становится еще интереснее. Вот что происходит в Канаде. Каждый пятый заемщик вынужден в ближайший год продлить ипотечный кредит. Каждый пятый. Домовладелец в Твиттере сообщает, что его предыдущая процентная ставка выросла с 2,6% до 6%. И он добавляет, цитата, Я не знаю, как люди могут позволить себе жить в странах большой семерки. По оценкам генерального директора компании WOWA Leeds, не менее 75 тысяч заемщиков уже получают письма с пересмотренными и гораздо более высокими процентами по мере приближения срока продления ипотеки. Он также предполагает, что скачок доходности облигаций может добавить около 600 долларов месячных платежей. Кто может себе это позволить? У двух из трех американцев, у двух из трех канадцев нет и 400 долларов в банке. Как они собираются платить дополнительно еще 600 долларов в месяц? Да никак. Мы увидим большой кризис на канадском рынке недвижимости. И пока это происходит, вот что интересно. Также, как и в Китае, идет пропагандистская подготовка населения к цифровой валюте. Центральный банк Канады говорит, что ЦВЦБ может преодолеть проблемы инклюзии. И вообще, цифровая валюта такая хорошая, решает сразу все проблемы. В Австралии все то же самое. Каждый пятый заемщик находится в глубочайшей яме. И то же самое говорит и Центральный банк Австралии. ЦВЦБ это будущее денег. Сбережение вкладчиков необходимо токенизировать. И так далее. Итого, рынок недвижимости во всем мире подходит к этапу больших проблем. Региональные банки также подходят к этапу больших проблем. Это будет кризис мирового масштаба, на который сейчас никто не обращает внимания. Все обращают внимание на войну. Но что произошло, например, в Японии 9 октября? Крупнейший сбой в японской банковской системе. Заморозка 1,4 миллиона переводов. Это не сумма 1,4 миллиона долларов, а 1,4 миллиона отдельных переводов, которые застряли в системе из-за сбоя. Сбой затронул 11 банков, среди которых, кстати говоря, и JP Morgan Chase Bank. И теперь посмотри. Японские банки запустят цифровую валюту, обеспеченную банковскими депозитами, то есть деньгами клиентов. Также японские фирмы подгонят ее под стандарты экологической безопасности и чистую энергию. Интересно также и то, что депозиты будут токенизированы. Помнишь, как Ситибанк, например, токенизировал депозиты клиентов? JP Morgan тоже готовится к этому. Теперь у нас целые страны, Австралия и Япония, заявляют о преимуществах токенизации депозитов. Просто посмотри на это все и сложи. Дважды два. А вот что происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы с тобой говорили, что банки имеют нереализованные убытки по облигациям 600 миллиардов долларов. Но если взять общую сумму нереализованных убытков, она составляет 2,2 триллиона долларов. Только полтора триллиона долларов в коммерческой недвижимости нуждается в рефинансировании уже в следующем году. До 2027 года это 2,7 триллиона долларов. То есть 10% всего рынка коммерческой недвижимости в Америке необходимо рефинансировать. И каждое здание коммерческой недвижимости в Америке должно пройти андеррайтинг в банке, чтобы получить новый кредит. Но большинство из них не будут соответствовать требованиям из-за того, что происходит сейчас в экономике. И из-за ужесточения кредитных условий, о которых мы говорили. И когда говорят о коммерческой недвижимости, подразумевают не только офисные здания, это многоквартирные дома, это промышленные объекты, это все, что считается коммерческим. Понимаешь, насколько велика проблема, с которой мы столкнулись? Она огромна. Но они это знают. И это идеальный козел отпущения для них. Международный валютный фонд МВФ говорит, что слабые банки могут столкнуться с трудностями в условиях экономического спада. Так сколько же банков находится в зоне риска? Возможно, это только Silicon Valley Bank, First Republic, Bank of California и другие мелкие региональные банки, которые на самом деле не влияют на большинство людей. Нет. Вот что они говорят. Около 5% банков по всему миру подвержены риску, если процентные ставки Центрального банка будут оставаться на таком же высоком уровне, как сейчас. И вот что сказал Джером Паул из ФРС США 20 сентября, то есть две недели назад. Ставки должны оставаться высокими дольше. Что же произойдет, если ставки останутся более высокими еще дольше? Еще 30% банков, включая крупнейшие мировые банки, окажутся в зоне риска. Итак, 30% банков по всему миру, не в США, а вообще на всей планете, окажутся уязвимыми, если экономика будет переживать низкие темпы роста, а инфляция останется высокой. То есть мы будем находиться в процессе стакфляции. Ну, ты сам видишь, что сейчас происходит с ценами на энергоносители, что происходит в Израиле, какие риски в себе несет Иран и нефть. Это ведет к высоким ценам на энергоносители. Ну и они уже к этому готовятся. Многие республиканцы вложили значительные деньги в нефтяные и энергетические компании. И поэтому они говорят, что 30% банков могут оказаться в затруднительном положении из-за этого. Суровый, но правдоподобный сценарий. Подумай сам. Потребители подошли к зиме, рекордно снимая депозиты в банках. Они снимают деньги даже из пенсионных планов 401к, хоть за это и положен штраф. Они готовы платить эти штрафы, лишь бы забрать хоть что-нибудь. В Америке, например, срок погашения студенческих кредитов для 43 миллионов людей наступил 1 октября. И мы видим 1,1 триллиона долларов долга по кредитным картам и высокие процентные ставки. Люди продолжают истощать свои сбережения, свои депозиты, даже свои пенсионные планы, что означает убытки для банков, которые они продолжат получать. Банки будут нести гораздо большие потери. А теперь посмотри это видео из заседания Федеральной корпорации по страхованию вкладов FDIC. После его просмотра все становится понятным. Это действительно важно. Я имею в виду, что это немного противоречиво, верно? То есть важно, чтобы люди понимали, что их депозиты застрахованы. Но при этом вы же не хотите огромной атаки на банки со стороны вкладчиков. Хотя, конечно, такие банковские паники будут. Люди должны знать. Но я не думаю, что вам удастся достучаться до публики, у которой нет профессиональной необходимости знать об этом. Я с этим полностью согласен. Мне кажется, что вы напугаете общественность. Если бы вы выложили это публично, они бы спросили, а зачем нам это говорят? Может, я должен обеспокоиться насчет своего банка? Например, моя страховая компания не говорит мне, что она делает с моими активами. Она просто предполагает, что она выплатит мне компенсацию, если будет необходимость. Я думаю, что вы должны думать о непредвиденных последствиях, если начнете откровенничать с публикой, которая верит и доверяет банковской системе даже больше, чем люди в этой комнате. Итак, есть избранные люди, которые занимают институциональную сторону. Если они захотят понять это, они найдут способ. В этом зале присутствует куча юридических компаний, куча людей, которые берут почасовую оплату за то, чтобы объяснить им все это. И у меня нет с этим проблем. Но я бы поостерегся, чтобы не возникло непредвиденных последствий, если мы начнем слишком много рассказывать широкой публике. Понимаешь, что происходит? Но вот сценарий, который я считаю очень вероятным. Я думаю, что мы можем увидеть волну банкротств банков по всему миру. США, Австралия, Япония, Китай, Европа и так далее. После чего потребители окажутся в ситуации, когда возникнет вопрос, а что же нам делать? Как спасаться? И тогда они скажут, вот вам счет в Центральном банке. Больше не нужно беспокоиться о проблемах ликвидности или о банкротстве банков. Все будет храниться в Центральном банке. И люди обрадуются, вот оно, наконец, спокойствие, безопасность. А потом не успеешь оглянуться, как эти деньги, которые хранятся в Центральном банке, будут токенизированы, а не превратятся в цифровую валюту. И они скажут нам, что так экологически лучше, так быстрее, так дешевле, меньше расходов и так далее. И люди согласятся с этим. Вопрос лишь в том, сколько времени на это понадобится. И напоследок опять покажу тебе этот заголовок. Байден фактически объявляет войну всяким там банкам за скрытые комиссии. Зачем нужны эти банки? Нам нужен только Центральный банк, только токенизированные депозиты, только цифровая валюта Центрального банка. По крайней мере, так считает правительство и сам Центральный банк. Ну а я считаю, что мы сами себе банки. И такую возможность нам дал Биткоин. Меня зовут Богатий Ищи Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»